Мусорные контейнеры во дворе жилых домов по улице Ярослава Гашика заполнены просрочкой. О том, что сотрудники одной известной сети супермаркетов периодически заваливают дворовую свалку продуктами, рассказывают местные жители. На этот раз выброшенными оказались почти 20 буханок хлеба. Впрочем, в мусорном баке продукты лежат недолго. Уже через несколько минут хлеб и десятки выкинутых яиц уносят Амичи. Омск не единственный город, где малоимущие вынужденно ищут пропитание в мусорных баках. Жители северной столицы, так же, как и Амичи, частенько разбирают просрочку прямо из мусорных контейнеров. Сегодня, кстати, в хорошем виде продукты выкинуты, не испорчены. А бьют молоко. Да, а другой раз выбросят, все разольют тут, поперебьют, а сегодня пожалели. Возмущение вызывает даже не сам факт того, что продукты выбрасывают на помойку, а то, что сотрудники супермаркетов нарочно портят товар, обливают грязью, засыпают содой и солью. Впрочем, жадность здесь ни при чем. Просто милосердие карается законом. Роспотребнадзор продукты с истекшим сроком годности требует уничтожать. Бизнесмен из Екатеринбурга решил открыть полку с бесплатной просрочкой. За доброту поплатился. Милосердному предпринимателю назначили штраф в 300 тысяч рублей. Продукция с истекшим сроком годности должна сниматься с реализации, уничтожаться, утилизироваться без проведения какой-либо экспертизы. Вопреки официальному мнению санитарных врачей, о мяче уверены, хлеб и крупы даже с истекшим сроком годности могут еще послужить на благо. Каждое воскресное утро у Алисии начинается с готовки. Большой чан с супом и обязательно пирог. Сегодня в меню борщ и морковник. На пожертвование добровольцев женщина и другие неравнодушные мячи кормят бездомных. Очень благодарны тем людям, которые с нами сотрудничают, к нам приносят продукты, чай, заварку, сахар, еще что-то. То есть люди могут принести продуктами, а кто-то перечисляет деньги именно на проект кормления. Волонтеры закупают овощи, крупы и обязательно хлеб. Иногда денег хватает и на медикаменты, которые безвозмездно раздаются нуждающимся. Суп и пирог грузят в машину и везут в пункт приема вторсырья, что находится в городке нефтяников. Там волонтеров уже ждут. Знают, что каждое воскресенье с часу до двух здесь будут кормить горячим. Впрочем, голодные мячи от камер прячутся. Не хотят, чтобы их увидели родные. Общественники уверены, снятые из прилавков продукты могли бы помочь их подопечным. В нашем городе, к сожалению, очень много людей, которые нуждаются в пище. И, как правило, часто бывает, что эти продукты еще в более-менее нормальном состоянии. То есть запрещено на прилавке, но из них можно что-то приготовить. Или это, может быть, крупы какие-то. Если строггодность вышла, то наверняка из них можно сделать и супы, котлеты и еще что-то. Организаторы акции мечтают о своей собственной столовой, как в Санкт-Петербурге, куда каждый день обездоленные люди могли бы прийти, согреться и поесть. И первое, и второе, при том совершенно бесплатно. Но, увы, достать помещение, деньги на продукты и зарплаты поварам, общественникам негде. Есть средства, государство выделяет. Нужно просто оформить и грант, получить эти средства и помещение. Чем больше, тем лучше, потому что людей действительно много. О том, что некоторым просроченным продуктам можно дать вторую жизнь, говорят и в приюте для бездомных животных. Каждый день волонтерам приходится искать деньги на еду и чаще всего доставать их из своего же кошелька. В приюте «Омские хвостики» постоянный дефицит кормов, а организаторы уже все в долгах. Пожертвований не хватает, говорит Мария Шидова. Девушка уверена, каждая выкинутая булка хлеба может продлить жизнь ее подопечным. По животным хлеб было бы здорово, все равно же он остается, этот хлеб. И я думаю, что многие бы приюты не отказались. Но в голодный год, у кого совсем все плохо, может быть, и от копченой колбасы бы не отказались. Ну или от вареной колбасы, потому что все равно хоть какой-то навар – это лучше, чем ничего. Раньше магазины шли на уступки, отдавали им списанную крупу и хлеб, но такие времена прошли. Сейчас магазины стали осторожничать. Никто не хочет навлечь на себя гнев проверок или вовсе быть закрытыми из-за нарушений. Эксперты уверяют, отдавать просрочку людям – это значит унижать население. Впрочем, в Европе такие акции унижением не считают. Уже не первый год там работают торговые точки, где люди могут купить уцененные продукты с вышедшим сроком годности. Однако по правилам суровой российской действительности просроченную еду можно получить бесплатно. Правда, доставать ее придется прямо из мусорных контейнеров.